Здравствуйте, дорогие друзья! Только последние несколько лет вы знаете, какой умный и тонкий собеседник Лариса Гузеева. Но даже и зная это, все равно при взгляде на это божественное лицо, вечно в голову работа малый висок, и с тайками наискосок запахи и звуки, а напоследок, я скажу, вот последок этот. Ну, это гениально, что тут скажешь. Вот у нас Лариса Гузеева. Здравствуйте, Лариса Андреевна. Здравствуйте, а можно без отчества? Можно без отчества, как в жизни. Я согласна, Дима, я благодарю телевидение и лично Константина Эрнста, который позвал вас вести программу на телевидении, потому что мы узнали, что есть такие женщины, умные, образованные, воспитанные. Вы правда это сейчас, вот искренне говорите? Нет, у нас это все написано, сейчас я еще спросу. Конечно, да, вы мой кумир, я вам бесконечно восхищаюсь, правда. Я не стала распаляться за кулисами, но вы правда, вы очень цельный человек, вы та самая женщина. Спасибо, значит, в середине программы меня будете мочить так, что, я думаю, мне мало не покажется. Да, сейчас раздадим комплименты, а потом... Конечно. Нет, ну по поводу образования, так не хватает. Вот дальше я без всякого кокетства говорю. Это самообразование. Да, это ужас. Я как раз вчера своей 14-летней дочери сказала, вот ты сегодня в 14 лет и через 10 лет, это два будет абсолютно разных человека. Поэтому просто меня услышь, я знаю, как лучше прожить этот промежуток. Пожалуйста, не навреди себе. Я вам хочу сказать точно, я в 20 лет, и я сегодня абсолютно два разных человека, вот просто разные люди. Опиши, пожалуйста, вот эту женщину. Это 20 лет? Сколько это лет? Ну да, чуть-чуть побольше. Ей все просто, потому что она сумасшедшая красавица. У нее все впереди, она в Петербурге, в Ленинграде учится. Уже закончила. Это закончила? Да. Значит, вокруг нее, ей все легче, потому что вокруг нее мужчины тупеют, все как один. Ну да, правда, кокетничать не стану. Ну вот. Да, легче. Мне казалось, что так будет всегда. Я вот это не понимала, когда мне там девчонки говорили, ты позвони своим голосом, скажи, что я здесь не пилась. Нет, скажи, что мне плохо, что я без сознания своим голосом. Пусть приедет. Я не понимала, что такое. Когда ты любишь, тебя не любят, например. Ну и Бог бы с ним. Я не переживала эти страдания. Как-то мне казалось, что это норма, да. Всегда тебя рады, все тебя любят. Мужчины борются за тебя. Ну, естественно. А потом поняла, что все не так мармеладно, что те, кто тебя любят, они тебе, в общем-то, и не нужны, что часто это плохие люди, которые тебя разрушают, которые тебе задают эту программу. Разрушай себя. Вот я так жила, и было много случайных людей. Это после славы. А не было никакой славы, они же мне не дали. Ну, конечно. Ну, Дим, ты же знаешь, заклевали так, что... Нет, славы никакой не было. Как заклевали? Ну, какая критика. Я же была худшей из худших, и, в общем, столько гадства про себя прочитала и услышала. Ну, уже я об этом говорила миллион раз, поэтому мне даже скучно. Вот. Я про жизнь. Да, то есть вы теперь совсем другая. А как дочь вы тогда норовоучаете по поводу того, кто ее будет любить? Любовь-то круто. Вот полюбишь бедного из коммунальной квартиры, художника, безработного. Это счастье. Главное, чтобы любила. Ты собери сумочку и к нему. Поживи у него в коммуналке, а дом твой пусть будет закрыт, который мама тебе купила, накопила там все. Все тебя обеспечила. Вот ты его полюбишь и возвращайся, если разлюбишь, с ребенком, с двумя, к себе. Тебе будет куда возвратиться. Не надо мужчине показывать всю коленку. Пожалуйста. Вот там, туда люби, иди. Любовь-то прекрасная. А зарабатывать кто должен в таком случае? Не, ну, если он художник. От слова худо. Ну да. Ну, что он там будет зарабатывать? Зато пусть колотится в страстях, потому что это здорово, это ее опыт. А, то есть вы сами понимаете, что это ни к чему не привезет, поэтому иди, 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 иди. Я это проходила. Но нельзя закрывать дом и говорить, я тебя к этому подлецу. Он тебя бросит через полтора года, не пущу. Нельзя. Она должна пойти, должна любить, потому что это круче ничего в жизни нет. Видимо, так можно. Детей рожать только красивых и только от любимых. Я была год назад на очень известном курорте в Швейцарии. Ну, просто там все уже такие ходят, богатые-пребогатые, по трассе, по лыжной, в соболях, в бриллиантах. И думаю, почему такая красивая мама и красивые папы и такие страшные дети с ушами, вот с такими носами, с какой-то без верхней губы. Думаю, что же это такое? Потом я поняла, что мамка себя все перекроила, чтобы выйти замуж за красивого и богатого. А дети же, они рождаются все равно похожи на мамок и на папок. Вот, поэтому лучше пусть по любви, по страсти. Дети, это замечательно. А страсти, которые касаются вашего нового витка карьеры телевидения, это для вас страсть? Это что-то новое? Потому что, я так понимаю, что кино вы оставили? Нет, это меня кино оставляет периодически. Я, кстати, очень много снимаюсь. Просто как-то картины, где-то какие-то сериалы не выходят. Нет, почему у меня были и очень приличные, и признанные. То есть есть предложения и желания и время. Зачем мне сегодня идти в сериал, если сериал под названием «Дай пожемимся» каждый день по телевизору, где я сама себе хозяйка. Ну вот какой смысл? Ну не скучно? Сколько лет выходит программа? Седьмой год. Седьмой год? Я в месяц работаю. Четыре дня. Я за четыре дня пишу программы на месяц вперед. Поэтому у меня масса времени. У меня есть спектакли, с которыми я езжу, и мне это нравится. Потом мне уже не шешнадцать. Мне интересно дома, интересно с детьми. Я все успела. Хотя, когда я пошла на телевидение, мне все говорили, ты с ума сошла, тебя теперь перестанут снимать. Я говорю, как будто до этого была очередь просто. Кончаловский меня разрывал со своим братом Никитой Сергеевичем. Все прекрасно. Я рада, что я с телевидения. Я занята. Я работаю, я зарабатываю деньги. Хотя думала целый месяц, пойти или нет. Думала какие-то женилки. Посмотрела. Хорошо зарабатываете на программе? Очень. Это хорошо. А это важно для женщины, хорошо зарабатывать? Ну для меня важно, да. А для чего? Зачем? У вас же богатый муж, у вас водятся деньги. Он что, прижимистый, жадноватый? Прижимистый, прижимается все время, да. Он считает деньги, я считаю, да. Когда женщина работает и зарабатывает, это хорошо. Ну невозможно же все время спрашивать на колготки, на заколки. Ну в 20 лет можно, но сегодня в мои 70 уже как-то, ну мне не гоже. А вам не нравится зарабатывать? Нет, нравится, конечно, безусловно. Но просто, мне кажется, когда ты уже как-то, ну, у господа за пазухой. И что я буду делать? Вот скажите, пожалуйста, вот если я не буду зарабатывать, буду дома. Я и так достаточно времени нахожусь в семье. Я все успеваю. Мало того, я успеваю перед полом заморозить на печи, чтобы у них все было так, как при мне. И перед гастролями то же самое. У них все хорошо, они живут в розовой ванной с лепестками. Я все успеваю, правда. И телевидение не стыдно, мне кажется, программа не стыдная. Я ничего там такого отвратительного не делаю. Но если бы за программу меньше платили, не так хорошо, вы бы все равно оставались там? Нет. Все-таки, да? Все-таки это важно. Ну, конечно. Дмитрий Александрович, можете представить Ларису, которая варит борщи, что-то там замораживает, что-то в фартуке, что у нее жарит, шипит что-то там? Я не могу. Вот я и вижу, что хотя господин Бухаров угощает по-настоящему изысканным вином из интереса, не из-за фоноберии друзей, когда бывает, что встречается, видимо, дом-то он прижимист. Это че, что он прислугу не нанял? Ага, что это вы там кашевали или стояли? Игорь сказал, у вас дома три женщины. Пожалуйста, я всю жизнь в общепитии. Нет времени, не готовьте изыски. Но чтобы я дома ел то, что приготовили вы. Да, однажды домработница приготовила плов, он ест не стал. Он сказал, ты готовил не ты, не Альбина. Все, мне этого было достаточно. Это было лет 15 назад. Мужчина должен зарабатывать, он должен домой лететь, потому что дома его должно ждать. Он должен знать, что его дома ждет. Что сегодня я ему сделаю его любимые там манты. И он уже по дороге должен понимать, что это красиво. Ну-ка будет, посыпаешь перед входом. А кто будет фарш делать? Что ты будешь стоять фарш делать? Все делаю, все. И на рынок хожу я, и на рынок хожу я. Нет, мужчине должно хотеться ехать домой. И я должна быть дома клевая, веселая. Я, если честно, даже себе представить не могу, что женщина, которая сидит в программе «Давай поженимся» и повелевает вообще умами миллионов, вы сейчас будете баллотироваться в президенты, вы составите конкуренцию нынешнему. Я даже хлеб делаю сама и делаю колбасу. Все. Я даже не то, что вы делаете сами фаштам, это понятно, наверное, это умеет... А утром я его кормлю горячими завтраками, и у меня на одной руке висят галстуки, а на другой пиджаки. Я его провожаю на работу. Но я вам даю слово. Лариса, я верю, что вы это все делаете, делаете очень хорошо. Но я не могу понять... Мне нравится. Я не могу поверить, что мужчина вам, женщине с таким характером, говорит, так, дома три жены, ой, три женщины, поэтому готовить будете вы. Я ничего не понимаю. Неужели он может так разговаривать? Вы позволяете кому-то так с собой разговаривать? Я за 17 лет ни разу не вымыл вилки за собой и не убрал салфетку смятую. Никогда. Послушайте, я же с Урала. Там говорили девочкам и мальчикам, мальчик, если будет мыть полы, у него борода не станет расти. Но я это... Моя мама, моему отчему покойному, когда он стоял один, она ему приносила стул из другой комнаты, и он садился. Ничего себе. И если мама один раз легла с аппендицитом в больницу, у него случилось отупение абсолютное, потому что он не знал, как из холодильника достать и разогреть. Я вам клянусь. То есть у вас полный домострой дома? Ну, мне это нравится. Послушайте, я столько получаю взамен всего. Ничего себе. Мне просто казалось, что сидит женщина в программе, которая действительно прям олицетворение эмансипации, какое-то стремление женщины быть равной, наравне с мужчинами, быть главной. Мы сначала хотим красавца-мачо, а потом делаем из него бабу, тряпку, потом вытираем об него ноги и выбрасываем ноги. Нельзя. Если ты хочешь мужика со стержнем, ну, ты тогда и в браке к нему относись, как к мужчине. Ну, зачем ему вот это все бабье? Я понимаю, если он лежит на диване с сигареткой и смотрит телевизор с утра до ночи, ну, конечно, он может вынести мусорное ведро, но я с таким жить не стану. Я и выбрала себе мужчину. Поэтому пусть он зарабатывает, приносит мне деньги, приносит мне какие-то подарки. Я все остальное успею сделать сама. Какие подарки вы любите получать от своего мужчины? Он знает, как вам угодить? Или бывает так, что... Нет, знает. Я начинаю ему выносить месяца за два. Что у Верки Глаголевой есть, а у меня нет. Что вот мне, да мне и не надо. Да я понимаю, что нам сейчас не до этого. Да нет, я просто так сказала. Потом я начинаю плакать на кухне. Он говорит, что ты ничего, ничего. Я говорю, да у меня уже все есть, мне не надо. Не, ну ты мне скажи. Потом я говорю, да. А вот у Верочки ей так... Руководство к действию. Да, для молодых, неопытных, что и как нужно делать. Давайте послушаем как раз Александра Градского. Вот он про брак тоже поразмышлял. Совпадут ли ваши мнения? Главное, что женщины не очень понимают. Они никак не могут... Никак не могут смириться. Никак не могут понять до конца то, что для мужчины поход в ЗАГС требует гораздо большего... Гораздо большего риска и смелости, чем для женщины. Потому что женщина, идя в ЗАГС, реализует свою физиологическую сущность. То есть она моногамна, она идёт и отдаёт себя этому мужчине. Правильно? Мужчина, идя в ЗАГС, идёт против своей физиологической сущности. Он идёт к одной женщине и должен забыть при этом о том, что он полигамент по сути. И в его задачу самца входит, так сказать, реализовать себя здесь, 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 здесь. Поэтому для мужчины отдача себя одной женщины это гораздо более, скажем так, рисковый поступок. И женщина должна это понимать в семье. Она должна понимать, что её партнёр совершил практически подвиг в этот момент. Если женщина это понимает и ценит, тогда семья сохраняется надолго. Если женщина это не понимает, то в какой-то момент мужчина начинает сомневаться в том, зачем он вообще отдал себя именно этой женщине, когда так много вариантов на стороне. Прав абсолютно. Подписываюсь под каждым звуком. Прав абсолютно. Мужчинам тяжелее, чем нам, женщинам. Мы всё время притворяемся. Ой, я так упахалась сегодня целый день. Всё перестирала. Мужчина всё перестирала. Дочерям всё перестирала. Бред какой-то. Нам легче, мужчинам тяжелее. Он должен прийти. И он всё время должен, должен, должен. Вот у меня сын и дочь. Мне дочку не жалко, а мальчика жалко. Да, я понимаю, что она уже такая хитрюга. Много нахваталось у меня, у папы. Жена хитренькая, она красивая. И ей будет легче. А парень в тисках. Я говорю, Георгий, вот с самого детства не плачь, ты мужик. Отдай Лёле крылышко, потому что она больше любит. Ну, в общем, да. Я подписываюсь, он абсолютно прав. И действительно, пойти в ЗАГС для мужчин это подвиг. Женщина вружка, хитрая. Послушайте, я общаюсь, у меня такое количество знакомых с женщиной. И общаясь с ними не перед камерой, а вот так, да, с глазу на глаз, мы очень похожи. Мы, женщины, все очень похожи. Ну, только есть исключение те женщины, которые не нужны никому. Ни мужчинам, ни нам, женщинам, подруге. Вот, они что-то из себя выкобенивают, что-то они все время придумают, что я не такая, я вся другая. И с ними скучно. Потому что мы можем дружить с похожими на нас, да, с которыми можно поговорить, перекликаться, интересно. А ты, а он, да ладно, да ты что. Вот, поэтому мы же не умничаем друг перед другом. Мы хвалимся мужьями, детьми, домами. А мужчине нужно нам все это пахать все время. Поэтому надо вас поддерживать. Потом вы все время становитесь мишенью. Мы только слабинку дали, тут появляется прекрасная молодая шелест, например. И начинает мужчине тяжелее устоять. Поэтому вас даже жалко. Потому что я же сама этим пользовалась, когда я вела себя отвратительно по отношению к пожилым женатым. Мне это не нужно было. Ну, галочку. О, и этот тоже. Как бы распрямила плечики. А вам как к себе приходите? Держай это в руке. А кто был инициатором того, чтобы пойти в ЗАГС в вашем браке? Вы или Игорь? Настояла. Потому что я уже до того времени много раз навыходилась замуж. И я понимала, что это никуда путь. В никуда. Что как только ты выйдешь замуж, все начнется плохо. Поэтому я не хотела. Я уже выходила буквально за две недели до родов. Потому что он меня напугал, что будут проблемы с ребенком, надо записать. А я была замужем за другим. И что нужно потом будет доказывать отцовство. Так что... Да, он меня уговорил. И я этому очень рада. То есть это он вам взял хитростью? Да, это он хитростью меня. Много лет меня хитростью брал. Вот эта тенденция и среди молодежи тоже, молодого поколения, да и мои, наверное, ровесники это застали. Гражданский брак. Ну, условно гражданский, да, когда нету росписи, но люди живут по сто лет уже вместе. Боятся. Рожают детей. Боятся чего? Боятся. Потому что мама мальчику говорит, особенно если он из зажиточной семьи, и москвич. Смотри, каждый день приезжают. Кто она такая? Босячка. Ты поживи, сынок, с ней. А жениться не надо. Она у нас откусит полдома. Они такие девочки все хитрые. Ой, сыночка, они для того копили, милой. Понимаете? И милый думает. И правда. Так поживу. А девочки-охотницы приезжают в основном, да. Все хотят готовых, богатых, успешных. Ну, есть такие пожилые дурачки, которые думают, да, сколько той жизни. Знаю, что она от меня хочет. Ну, так и старая была жена, хотела того же. Только вечно еще с недовольным лицом ходила. А эта молодая хоть притворяется, что любит. Поэтому я вас понимаю и в этом случае понимаю. Но вы, мне кажется, взялись на две крайности. А есть какая-то середина и какой-то рационализм в этом? По любви это большая роскошь. По любви это девочка может себе позволить. Либо очень бедная, либо очень состоятельная. А такая средненькая, ей, кажется, она заточена на образование, на карьеру. Потому что ей нужно встать, особенно если с амбициями, встать на ноги. Поэтому, как правило, хорошие девочки пролетают. Они все что-то ждут, ждут. Вот на таком мировоззрении как раз и построена абсолютно вся библиография Бальзака. Вот, Растеняк, Люсиэн-де-Любампре с мужской точки зрения. Вот тоже надо сказать, что и у Федора Михайловича почти абсолютно везде, в начале любой фабулы, вот нечто подобное. А графена Александра наша, естественно, вертит мужиками так и сяк, что наш бедный Митя Карамазов. Но на подлость-то идет, конечно. Да и та-то не лучше, Екатерина Ивановна. Да вообще, в основе всего, собственничество, монетаризм, прохиндиада, интриганство. А Митя чем хорош? Черт, да любит. Черт, вот страсть. Знаешь, Дим, это так отвратительно. Вот я не люблю женщин, которые говорят, я не люблю женщин, у меня все друзья мужчины. Я не могу это сказать. Но по-настоящему любить могут мужчины. Женщины с редчайшим исключением. И если она так сильно любит своего мужа, больше, чем детей, это даже неприятно. Вот приходят ко мне тети и говорят, да, вот я бросила троих детей, уехала в Геленджик со своим, потому что любила, умирала этого грузина. Мне даже кажется, это противоестественно, когда женщина так любит. А мужчину ничего не держит. Если он влюбляется, он искренне, он честно теряет голову. И он служит этой женщине. Вот посмотри, да, вот за редким исключением мужчина женится по расчету. Очень редко. Женщины. Но Дим, сто процентов. Все мои знакомые сначала спрашивают, вот когда ты один на один, а что у него есть? А дети есть? А сколько им? А квартира, а дом? И я не встречала ни одного мужчину, который спросил, а что за ней? Вам все равно, потому что вы умеете любить. А мы умеем приспосабливаться. Ага. А не то, что просто вы уже в 16 лет даже готовы к главному своему предназначению на свете. И, конечно же, вы. Это совсем не сделать экспорт колготок, импорт индийской косметики в киоске. И не это предназначение для женщины, не бизнес-вумен, а рожать. Естественно, вам не хотелось бы родить прямо в стерню или в канаву. Вам хотелось бы узнать, что же, черт возьми, у ребенка-то будет. А я же не сказала, что это плохо. Хотя я, например, не хотела детей никогда и замуж не хотела. Я Георгия родила в 32 года. Я не хотела детей. Мне было интересно, дети подруг моих. Я была абсолютно равнодушна, потому что у меня брат мой на 13 лет меня младше. И я его нянчила. И мне казалось, я его крестила, он мой крестный сын. И мне казалось, этого достаточно. У меня есть кому покупать двухкассетный магнитофон и кроссовки, и шапку, и калькулятор. Ну, в те времена. Мне было есть для чего жить. Я думала, а нафиг они, дети, нужны свои. Я не хотела детей никогда и замуж не хотела. А вот ты хотела, как писала Ленина Аркадьевна Долина про твою героиню, в номера интересной любви, бесприданницы. А как, Лариса Дмитриевна, на ласточку хотелиц. А тут и Паратов, безупречно сработанный Никитой Сергеевичем. Да вы вообще парочка, еще та на этом экране. Вот это тебе то и хотелось. Роль атрибутивна, Лариса Андреевна. Ну, ты знаешь, я никогда не теряла вот так голову от любви и никогда не была уверена до 30 лет, что это мой последний мужчина. Я всегда жила на чемоданах. Меня с Бухаров смотрят. Мне всегда казалось, что мой впереди. Что это, ну, пока, ну, а что, я одна, что ли, буду? Но я так не любила. Я не теряла голову, вот, чтобы прямо умирать и почку ему завещать. Нет. Я считаю, что мне Господь дал даже больше, чем я того заслужила. Мне судьба так благоволила, что, мне кажется, я даже этого не достойна. Я говорю это абсолютно искренне. Я могла остаться жить в Оренбурге, я могла работать телефонисткой. Мой муж был бы какой-нибудь там Витек-дальнобойщик, который бы меня поколачил, а я бы у матери скрывалась. Я бы постарела, ходила бы сейчас с серебряными зубами, как мои одноклассницы. Да. И смотрела бы на тебя по телевизору, в лучшем случае, если бы уже не убил. Поэтому как? Я живу в Москве. Я мечтала. У меня прекрасная семья. Я все успела. У меня дети, мама живет со мной. У меня классный муж. Ну, как я могу думать об этом? У меня нет обида на судьбу, что... Да, конечно. Вот эти вот молодые сучки снимаются, а меня вот как-то забыли. Нет такого. Я наоборот радуюсь. Думаю, вот как клево. Понимаешь? Вот это абсолютно искренне. Потому что я все успела. Вот о чем мне сожалеть, например? А потом я, ну, не такая жадная. Мне не хочется больше, чем есть. Правда не хочу. Потому что я понимаю, что это головная боль. Вот меня приглашают, например, очень-пре-очень-пре-очень богатые люди. Ну, там что-то вести, ну, и так далее. И я понимаю, что это совершенно другая жизнь. Это как если бы я, например, встретила Брэда Питта. Я понимаю, что это мне никогда не будет принадлежать. Но он классный. И я даже не завидую, потому что мне хватает. Ну, правда. И мне всегда хватало. Я жила в однокомнатной квартире в Питере. Это была самая клевая однокомнатная квартира. И мой ребенок ездил на велосипеде по однушке. И я думала, что такой больше нет ни у кого. Потом я купила сама в Москве двухкомнатную квартиру в Ховрино. И она была тоже самая классная. И я всегда этим гордилась. Я всегда нравилась себе в отражении. Мне всегда нравились мои друзья. Мне все это нравилось. Я, конечно, бываю очень гневлива такая. У меня что-то возмущает. Думаю, как можно было эту дуру пригласить, сняться вот в такой руль. Думаю, кошмар какой. Ну, при таком игре, ну, хотя бы красавицей бы была. И все. И как-то закончился фильм. Я или переключила, или ушла. Это не оставляет во мне осадка никакого. Может, это моя мания величия? Вот это правда. Вот мне кажется, что вот у меня все круче, чем у всех. А вот вы говорите, что я все успела. А дальше? Есть еще о чем мечтать? Есть горизонты? А дальше мне Господь меня вразумил и дал мне мозг, который думает. И я уже стала анализировать, я уже стала понимать. Я стала свою жизнь редактировать по собственной воле. Потому что я жила до каких-то лет, вот куда ветер, туда и я. Вот мама говорила, дочь, ну когда же ты остановишься? Ну, лучшая подружка-подушка. Ну, что же, а вот тебе завтра скажут, через костер прыгать? Ты что, вот вместе со всеми будешь прыгать? А вот если тебе то-то? Да вот каждый человек, который к тебе приходит с бутылкой водки, он твой враг. Говорила, что ты понимаешь, мама? Ты живешь там, у себя, в Оренбурге? У нас все не так. Мама, у нас дом кино. Мы же артисты, мы другие. Нам все можно. И все это дело искренне. А потом я поняла, что да, оказывается. Но поняла вовремя. И опять же успела запорхнуть в последние вагоны. Дочку родила в 40 лет, понимаешь? Поэтому, ну вот как я могу сейчас сожалеть? Да вот, Ларочка, это в том себе дело, что сейчас у тебя твой ум великий. Ну, перестань. Послушай, я не имею в виду, что твой ум сродни уму академика Померанца. Да, или твоему. Ну, моему-то, слушай. Вот у Абрамовича это ум, а у меня-то какой? Никакого. Значит, послушай, вот он-то как раз тебя сейчас вывел в новое, очень важное качество, которое, знаешь, можно вполне назвать УТП в бизнесе называется. Уникальное торговое предложение. Если в 20 лет твое УТП было бедная, но гордая красавица, которой сейчас так не хватает, то сегодня твое УТП, вот та самая умная женщина, которая говорит не скучно, о чем ты говоришь. Помнишь, вот ты же говорила, ну с этим и скучно. А вот с тобой не скучно, потому что ты же берешь самую тыловую сторону жизни любого человека. Это твое счастье. Ларочка, но вот же твое несчастье между твоей Ларисой Дмитриевной и твоей сегодняшней, ты уж сегодня Гузеева, это же не роль никакая. Они уже ходят на твои антрепризы, потому что ты у них главная советчица в самой интимной области гендерных отношений. А между этим-то не было у тебя, например, того, что было, ну дай мне, из красавицы, то Брежит Бордо, что не фильм-то, а ты была Брежит Бордо в наши дни. Ой, Дима, была такая пропасть. Вот какой-то отжигенный черт, давай, жаль, что не роль, то сразу, опа. Ужас. Представляешь, мой самый расцвет женский, да, после 30-ти, совпал с этими 90-ми. И никто же не говорил, куда ждите, потерпите, пройдет несколько лет, и у тебя будет все шоколадно. Замуж выйдешь, родишь еще одного ребенка, будешь работать на телевидении, бла-бла-бла, и будешь жить в Москве. Никто же не говорил, ему так навсегда. А мне 30 с небольшим, и я в форме шикарной, а кино нет, а денег нет. И я погибала. А мои подружки, которые ничего из себя не представляли, вдруг их мужья раскрутились, и начались канары. Такое сладкое слово, я там ни разу не была до сих пор. И шубы, и квартиры в центре, а у меня однушка, а я мать-одиночка, и у меня маленький ребенок, и у меня нет денег на метро, и нет работы. Это такой кошмар, и я стала разрушаться. Я поняла, что я завистливая. Притом не вот эта вот дурацкая белая зависть, там черная зависть. Я поняла, что я завидую, я погибаю. Я помню, как я встретилась, я уже говорила об этом, на Ленфильме с одной такой ассистенткой, крыса-крысой. И она говорит, ой, привет, а ты знаешь, что Михалков снимает очень черные? Я говорю, нет. А ты знаешь, что у него снимается Сафонова? Я говорю, нет. И я вдруг начала краснеть вот отсюда, багроветь. Просто, знаешь, я была такая бордовая. Почему? Я не могла скрыть. Потому что это как пощечина. Потому что ей было радостно, что я без работы. пришла в рюкзаке с маленьким ребенком, которому 1 год за детскими деньгами, там какие-то копейки были на Ленфильме, потому что я была в штате. И я этого пережить не могла, потому что это было для меня неожиданно. И она говорит, а почему же тебя не снимают? Это я сегодня такая уже смелая, я уже могу ответить. А тогда я... И это было... А почему тебя, Ларточки, не снимали? Вот не знаю. Очень черные. А у Людмилы Марковны был такой же период, когда прошла вот первая волна, 5 минут, понимаешь ты, в горошек платье. Ну, это мы выходим за счет красоты. Я имею в виду, сейчас только не мужчина, а женщина. Но потом ведь 10 или 15 лет совершенного забвения. Это неправда. Потому что Людмила Марковна снималась всегда. Просто эти картины не были знаковые. Катя бы кому были нужны. Девушка с гитарой. Нет, но она снималась все время. У нее были и роли, и большие эпизоды. Не было такого, чтобы ни одного. А потом старые стены на тебе. Да, это просто такая... Ну, мы сами про себя легенды. И я работала, у меня тоже были какие-то кооперативные картины, тогда назывались. И тоже что-то было. То есть я как-то работала худобедно. Худобедно вела у кого-то какие-то дни рождения. Анечка Самохина работала в это время. Да. Вот, понимаешь, что после романса был худший фильм всех времен и народов, где я сыграла спортсменку. Мне не нужно было туда идти. Но я не пошла, потому что меня один великий человек отговорил сняться в фильме накануне. А это снималось в Болгарии, в Венеции. Это было кол-продакшн. И я думала, а я вот в противовес постригусь почти наголо и буду играть в спортсменку. Зачем? Надо было вот эти свои внешние данные в хвост и в гриву, как на Западе это делать. Но не было рядом советчика, который бы сказал, Лара, это как один миг. Твоя внешность, твоя фигура просто промелькнет. Снимайся в классический. Играй, красавец. А мне хотелось, нет, в кирзовых сапогах, в фуфайке. Ну, дура. Твой ум тебе мешал. Вот. Ты понимаешь? Нет, моя дурость. Нет, Дима, моя дурость абсолютно. И не было рядом советчика. Я наснималась в куче проходных картинок. А потом опыльки. Третья страница паспорта, а уже другие, а уже моложе. А уже такие же красивые, только моложе. Понимаешь, поэтому... Ну вот пришел теперь опыт. Я стала адекватна. Понимаешь? А была нет. А вот эта дурость, вот это вот сумасшествие и саморазрушение, оно вообще откуда идет? Это что-то... А вот откуда у Настасьи Филипповны? Вот ее все играют как-то не так. А потому что больно внутри так. А потому что столько боли, что ты уже не знаешь, что сделать. Порезать себя, понимаешь? Деньги выбросить и смотреть. Вот потому что больно так, что хочется сделать еще больнее. И всем, кто рядом, и самой себе. Потому что терпеть эту боль невозможно. А кто-то говорит, выпей, легче станет. Выпил, правда, легче стало. Понимаешь и думаешь, как же я раньше не догадалась. А у тебя квартира в хорошем месте. А у тебя деньги какие-никакие. И вокруг тебя вдруг столько народу. И ты понимаешь, что дай с этим кино, дай пропади, оно пропадом, понимаешь? А мне и так хорошо. И опять же, нет рядом человека, который скажет, остановись, остановись, что ты делаешь. Что ты делаешь? А кто в результате остановил? Или вы сами? Или это кто-то был? Ну, уже был такой край, что да, сама. Поняла, что сама. Потому что те, кто тебя окружают, ты вдруг думаешь, кто эти люди? Вы кто? Вообще, на самом деле, это была такая невероятная смелость. У тебя было большое такое развернутое интервью, что вы действительно страдали алкоголизмом. Что это такой же настоящий женский алкоголизм, который страшнее мужского. Почему вы решили об этом заговорить? Ну, человек же говорит, что у него нет руки, что у него воспаление легких, что он болен. Это была моя болезнь. И когда я приезжаю на фестиваль, на кинотавр, например, видела, как 19-летние актерки, которые только что снялись одним махом, хотелось хватить за стакан и сказать, ты не успеешь оглянуться, как тебе захочется, похмелиться. А потом мешки под глазами, а потом ты никому не будешь нужна. Потому что Никита Сергеевич Михалков мне однажды сказал, ты только подумаешь в Севастополе выпить, в Москве уже на Мосфильме, все будут об этом знать. Я вчера встретился с Лешей Петренко. Он сказал, что видел тебя в Севастополе, ты была никакая, что ты делаешь? Я сказал, это неправда. Он говорит, правда. Понимаете? И я поняла, что я на таком виду, и что я, правда, делаю? Но это же не один день был, и не один год. Потому что все сразу навалилось. Нет работы, ты одна. И я думала, а если со мной что-нибудь случится, мама узнает, она не выживет. Она просто умрет. Потому что я однажды видела, как она умирает надо мной. У меня был перитонит, лопнул аппендицит. По дурости в 80-м году вообще, во время Олимпиады. И я умирала. Потому что меня вскрывали. И я помню, как мама приехала, а я с этими трубками со всеми. И как бабка надо мной. Вот это, знаешь? О, я летела, ты к нам, а улетишь на небушко. Да кому же такая красавица? Достанеси. И мама, которая тупо смотрела на меня. Потому что ей сказали, пока еще в сознании, девочка, идите. И мама тогда сказала, если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы себе разбила голову. Я бы жить не стала. И я это помню. Мне было 20 лет. Я это помню. И я как-то мне вот в самые такие страшные, отчаянные моменты, я думала, мама не переживет, за что ей. Вот что-то меня такое все-таки держало. Да. А потом в одночасье раз, все, как его перевернуло в стакан? Или это постепенный выход, сложный, тоже болезненный? Нет, я просто зашилась. Ну, потому что я поняла, что это вот тот путь, когда ты понимаешь, что да, и смерть. А потом как-то вот судьба так немножечко ввозже подпустила. И как-то время другое стало. И я сообразила, что нужно переезжать в Москву. Потому что в Москве работа, но не приглашали, потому что это же такие годы, когда нужно себе оплачивать дорогу, гостиницу. Для них накладно. Лучше возьмут московскую артистку. А московская подружка говорила, что тебе здесь делать в Москве? Ты там в Питере, вас три. Ты, Анька Самохина и Светка Крючкова. А в Москве таких, как ты, как собак нерезанных. Живи. Я еще год прожила. А потом думаю, надо уезжать, надо что-то сделать. И я сама одна продала там квартиру, купила здесь. Я одна сама все это сделала, понимаешь? И вот Господь, наверное, вот за какие-то старания мои, что я просто вот подвела черту и сказала, не буду освинивать. Ну ешь, Господи, Боже мой. Ну что Господь тебе волю дает, а не сам же за тебя решает? Нет никакой добрости защищать добродетель, на которую никто не покушается. Дорогого стоит человек, который знает грех, а потом из него же и выходит самолично. Вот такой дороже стоит на весах Господних. Это ты большой молодец. А куда мужички-то все твои подевались? Ну вот, который тебе ребеночка за рюкзак посадил. А потом и остальные, о которых ты говорила в таком высоком тоне, мол, никогда здесь, на этой земле не была одинока. Куда они все подевались? Да, и подружки. А вот, правда, ну скорее даже не к моим мужьям, а к друзьям, которых я всех оставила. И мне нисколько не стыдно. Потому что, когда снималось много, когда были съемки где-нибудь на юге, и я говорила директору, Вов, а давай возьмем Люську. Ну ты ее проведи как-нибудь там, массовочку, на тебя прошу, ну пожалуйста. И ей суточный, и ей номер, и она рядом со мной, и мы там жгли в ресторанах, все были. Когда накрывала столы в Прибалтийской. А потом поняла, что нет никого рядом. Вот никого нет. А такие, какие были, и не хочу. А мужья-то твои, что ты так технично-то? А мужья? Ну давай проникнемся. Ну мы не называем их имен, поэтому они-то знают, наверное, вы это уже обсуждали. А мужья один умер от наркотиков. Отец ребенка? Нет. Отец ребенка, прекрасный человек, живет в Грузии. Да. Прекрасный, правда. Который, мы считаем, и Георгий, и нашу Лельку с Игорем, тоже своей дочкой. И они общаются, и дружат, и все. Прекрасный человек. Но годы какие были, 90-е, когда все разрушалось, Дим, невозможно было. А я, тогда не имея столько мозгов, сколько сейчас, добивала. Ага-ага-ага. Добивала, потому что я была уже сильнее, а он из очень интеллигент. Слава тебе давала возможность. Нет. Молоточек-то середины в руки. Который ты ему по голове стучала. Нет, не Слава, абсолютно, что ты. Там европейские языки, образование такое. Я рядом не стояла. Мне бы его образование, я бы сидела сейчас на твоем месте. А ты и сидишь, но только на таком случае. Но я была жестокосердная, потому что я уже до того времени столько пережила и уже столько намучилась. Я вот как Настасья Филипповна. Я добивала и смотрела. Не можешь, да? А что он мог? Кто что тогда мог? Если ты не мог убить, украсть. Что ты мог со своим образованием, рафинированной, из такой семьи? Никогда, женщины, откусите себе язык. Никогда, мужчине, нельзя говорить фразу. В каком бы вы состоянии были, ты не мужик. Никогда. Пойдите в ванную, не знаю, голову под холодную воду. Никогда. Я себе позволила быть отвратительной, жестокой, потому что ему было так же плохо, как и мне. А я была дрянь. И я просто разрушала по-живому. Я в том, вот в этом браке я была чудовищем, конечно. Это я разрушила. Это тебе было 20 чего? Это мне было 30 с небольшим. Потому что мне казалось, я такая красивая, я такая молодая, еще должен быть рядом со мной кто-то, который мне все это купит, который мне все это сделает, который сделает для меня и для моего ребенка. Подумаешь, отец, и что теперь? Ужас. Да, да, да. Давайте послушаем Пелагею про ограничения. Она поразмышляла. Я вообще, если честно, за некую табуированность все равно в жизни, потому что мне кажется, что человечество не достигло еще той степени развития духовного прежде всего, да, чтобы у нас не было каких-то внешних ограничений. Чтобы вот можно было все, а мы уже бы сами выбирали, что нам нужно, что хорошо конкретно для нас и так далее. Мне кажется, что пока еще мы находимся в том, в той степени развития, когда нам еще нужно некое руководство сверху. Я имею в виду сейчас не какие-то там политические истории, а руководство в плане, нам нужно все-таки напоминать, что такое хорошо, что такое плохо, там некие заповеди, ну как-то помогать людям, расставлять им такие маячки, чтобы они уже по этим маячкам шли. А, да, вот, да, хорошо, точно, вот сюда хорошо, потому что иногда все-таки людей кроют немножечко и в другую сторону уходят люди. Главное всегда быть с собой честным и находить время в сложном, непростом, все время меняющемся там мире, да, вот у нас все время так по-разному. Но находить минуту на то, чтобы, ну, встретиться еще раз с самим собой настоящим, независящим от окружающего внешнего мира и спросить, а я все правильно ли делаю. И вот сейчас все хорошо, я туда иду. Вот только мы сами можем себе ответить на этот вопрос. Абсолютно согласна, абсолютно согласна. И в моей стае волчат главные волчицы я. И они знают, что бессмысленно вынимать из меня душу. Ну, мам, ну, пожалуйста. Я никогда не скажу, да и на нас забери. Нет. Нет, я с принципиальным. А как по-другому? Конечно. Нет, иначе все рассыпется, распадется. А как же? А в третьем том, да? И набить свои шишки. Я никогда в жизни при своих детях не подвергла критике своего мужа. Никогда. Даже если я с ним не согласна. И я просто думаю, чтоб тебя разобрало, чтобы ты так все, я могу, ну, что-то в слезах вытащить у него ночью, что мне нужно. Но все равно я говорю, папа самый лучший, папа прекрасный, папа знает как. Хотя все это сделала я. Нет. Есть принципиальные моменты. Я не дам курить ей. Пока 18 лет не исполнится. Лельке? Нет. Вырву, просто она это знает. А как запретный плод сладок? Нет, что ты, не дам. Нет, какие-то вещи есть. Обязательно те, которые сохраняют ее здоровье и психическое, и мораль. Нет, нет, я не та мамаша, которая буду с ней травку на окне выращивать. Точно нет. Нет, 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 абсолютно. Но есть порог, когда я говорю, резвитесь, дети. Я самая прекрасная мама, я вам все разрешаю, я вам куплю. Но дальше... Ларочка, тут надо сказать, что у Поли мама Света, ты знаешь, что прекрасно, вот этот интересный пример. Эта мама вот с таких лет этого ребенка вела по жизни, по-моему, из Новосибирска до Москвы. И она на своих... в рюкзаке этого прилагею привезла, и слава Богу. Знаешь, ну вот Поленькин случай, вот еще о чем говорит. Исключение. Исключение вот почему. Мы с тобой сейчас говорили о некоторых формах эгоистического размышления жизни. Для меня хорошо, ребенку для него хорошо. Но есть и еще один аспект существования. Крайне важно, чтобы в семье был бы культ чего-нибудь отдельного, но очень важного для большого числа людей. Например, музыка. В случае с Пелагеей, это религия. Музыка, это важнее, чем она сама, и чем мама Света. Это могло бы быть в твоем случае драматургия великая русская. Потому что она вынесла тебя на вершину. Для... я имею в виду сейчас Островского, конечно. А ведь есть же и другие. А вот, например, для Идара Санчерезанова, который тебя выбрал из всех ведь возможных людей, для него важен кинематограф. Какой бы он ни был, грешник, праведник, не нам это рассуждать, но для него совершенно очевидно, миллионы людей важнее, чем он сам. Я имею в виду сейчас только кинематограф. Вот что важно было бы, нет, для ребенка, чтобы не было вот этой травки на подоконнике. И зашоренности бы не было, но не было бы вот этого шприца. И так должно быть что-нибудь, что важнее, чем ты, кроме тебя, конечно. Ну, конечно. Это как я все время думаю. Как может быть женщине скучно при таком количестве денег и при таком муже? Учитесь. Если бы у меня было столько денег, и не было бы телевидения, и не было бы кино, ко мне бы лучшие профессора, лучшие философы приезжали бы домой, и за чашкой чая я бы с ними беседала. Они бы меня учили, я бы учила бы языки, я бы ездила. А как же? А что это за фокусы, что ваш муж владеет действительно ресторанным бизнесом, а вы туда и не ногой? Не была ни разу. Представляешь, а некогда, веришь? Как? Вот, ну, я не ни разу, но как-то один раз, наверное. А вот некогда, правда. Ну, клянусь вам, мне хорошо дома. А потом я стала такой хвальбушкой, мне нравится сделать так, чтобы все говорили, послушай, Игорюк, а пусть Лариска придет, твоих поваров там научит, мне хочется быть еще лучше. А он сидит такой, моя-то, моя-то, храбысь меня так по заднице. Поэтому мне это нравится, понимаешь? Потому что я хочу быть, я хочу, чтобы гордился. Потому как ты показываешь людей, тебе клянусь, Людмила Марковна, по тебе вот плачет. Вот если бы сейчас Владимир Валентинович Меньшов снимал бы «Любовь и голуби 2», вот там бы ты. Ты так показываешь вот этих людей, всех участников гендерного процесса. Вот когда бы пошло. Ну, вот видишь, уже, вот нет людей, кому бы это интересно, кто бы мог такой сценарий принять. Слушайте, я, честно, так боялась к вам идти. А что ты боялась? Ну, честно, клянусь, я думала, сейчас как начнете меня под кожей. А что любовь между нами существует? Это ты на это не надеялась? Да, я боялась. Я ведь год говорила. Позвоните в феврале, позвоните в декабре. Правда, я боялась. Я думала, вы меня сейчас здесь... Мы могли бы, а зачем? Я в такой любви купаюсь, мне даже как-то вот честно. А чего вы опасаетесь? Есть что-то, что... Я абсолютно нетолерантна, гневлива. И я думаю, как же я буду вытекать из твоих вопросов, чтобы можно сегодня закидают камнями. Думаю, вот как бы подстраховаться, может быть, узнать про что-то. Потому что есть вещи, с которыми я абсолютно не согласна, думаю. И не могу даже притворяться, не могу красоваться. Думаю, какую бы такую форму речи придумать, чтобы из этого вытекать. О-о-о! И утекать. Может быть, я думаю, может быть, я постарела просто, и сегодня это никому не нужно, твое мнение? Сегодня, правда, нужно впадать вот в ту самую прелесть, всех жалеть, всех любить и считать, что каждый имеет на все право. Вот он такой, он другой, и эта другая. А я думаю, что она не другая, она просто тупая дура. Он просто чистый дебил. И почему он должен так жить, а я должна говорить? Да, он мыслит не так, как я. Он имеет право, а я считаю, что не имеет. И ей нужно себя перекроить, потому что так нельзя. И слава богу, что сегодня этого пронесло. Лавочка. В конце программы мы у наших героев спрашиваем, а что для них счастье? Какой-то момент, какое-то воспоминание, когда вы наиболее были... Момент это оргазм, дорогая. К счастью это не имеет никакого отношения. Что значит момент? Счастье, оно такое же секунду. Как его можно зафиксировать, если это момент? Вот я от всех слышу, что счастье это момент. Тогда мне этот момент пережить ни разу не удалось. Потому что для меня это счастье, это состояние такое тягучее. Бесконечное, сладкое, такое, как па такая. Я счастливый человек, конечно, потому что столько вокруг меня всего. И я это счастье зафиксировала. Потом, может быть, по-другому. Но сегодня, ну, конечно, я человек счастливый. Мне столько жизни дала. Судьба я с вами вот здесь сижу. То есть то, что это никакой не момент. Другое дело, что кому-то для счастья нужна шинель, кому-то дом, кому-то образование, кому-то карьера, кому-то ребенок, о котором они мечтают и не получаются. А я как-то себе и пальтишко справила. Тебе так родила, понимаешь? И копеечка у меня есть на черный день. Твою, чтобы он не наступил. И муж рядом со мной, такой красавец, моложе меня. Поэтому, ну что я буду рассказывать? Из карьеры, но не так, как, я не знаю, у кого. Плала бриджиды. Не, не надо. Но тоже и лицом непоганой. Поэтому похудеть я похудею. Берешь на слово? Хотя зачем, Дима? Скажите, зачем? Это Бухаром пусть скажет. Это он специалист по похуданию. Спасибо большое за то, что вы меня так прям сегодня... Мы вас так любим. Мы очень надеемся, что в том, что Лариса Андреевна говорила, как будто бы о себе, наш зритель видел, что говорит-то она вовсе не о себе, а о нем, о нашем зрителе. Это очень важно. В этом как раз и есть камертон, который отличает Ларису от других достойных людей, которые искренне полагают, что передача времени доступна. Это о них, это не о них, это о вас, дорогие зрители. И сегодня Ларочка нам дала возможность подумать о себе, любимом, какие вы и есть, наши зрители. Вам успехов, в вашей семье прекрасные преуспеяния. Бухару повеселее глаза, а к них вам больше. Поехали к нам сейчас, если нет другой работы. Накормлю, напою. Правда. Поехали. И спать, Лариса. Спасибо вам за приглашение. И вам спасибо. Алиса Гузеева, Дмитрий Дембров и я, Ольга Шелест. Обязательно увидимся. Это была программа «Временно доступен». Какой же ты прекраснейший мой друг. Спасибо тебе, Дима. Я как-то вот даже не ожидала, клянусь. Трясучки. Тебе, знаешь, какой кайф. Такой же, какой получаешь, когда читаешь муруа. Цинично, ясно, точно. И хоть умри, лучше не скажешь. Спасибо. Муруа люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok